День открытых дверей Каждый квадратный метр здесь не просто на счету. В обновленном музее обороны и блокады Ленинграда пространство задействовали по максимуму. Благодаря чему в экспозиции нашлось место и для новых временных выставок. В медиатеке сейчас представлены выдержки из дневников Даниила Гранина, а в малом зале посетителей ждет рассказ о работе чекистов. Но ко дню прорыва блокады подготовили специальную программу для посетителей. Можно будет услышать хоровой концерт в исполнении хора ветеранов войны и труда. Это очень хороший коллектив, с которым мы сотрудничаем очень давно. Я думаю, что все наши посетители получат удовольствие во время этого концерта, потому что будут исполняться песни советского времени, будут исполняться песни военных лет. Это и сольное исполнение, и хоровое, и чтение стихов. Я думаю, что полное погружение в атмосферу обеспечено. В прошлом году здесь были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. На создание новой экспозиции решением главы государства выделили 150 миллионов рублей из резервного фонда президента. И хотя новая экспозиция включила в себя меньше экспонатов, но именно она позволяет погрузиться в такую сложную и важную тему максимально глубоко. В Росфото открылась выставка исторических фотографий конца 19 века «Многоликая Россия». С отпечатков возрастом больше полутора сотен лет. На посетителей смотрят крестьяне средней полосы, столичные дворники, извозчики и торговцы, жители окраин империи, представители малых народов. На снимках города и деревни, усыпальница русских царей и московский Кремль, жизнь Российской империи во всем ее многообразии. Это 150 фотографий, они небольшого формата, много деталей, можно рассматривать долго и узнавать, насколько многообразным был уклад жизни социальной, в разных слоях населения, представлены и царская семья, и крестьяне, и городские жители. На выставке можно увидеть работы известных мастеров фотоискусства второй половины 19 века. Малодраматический театр «Театр Европы» продолжает работать над созданием спектакля семейного жанра и представляет премьеру Нового года постановку «Где нет зимы» по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой. Автор инсценировки и режиссер Яна Тумина, известная зрителю экспериментальными работами своей театральной лаборатории. Это ее дебют на сцене МДТ. Никто нам, кроме нас самих, нашего будущего зрителя, нам не воспитает. Поэтому для нас очень важно, чтобы с юных лет, с маленьких лет, я уже не знаю теперь, как это называется, чтобы молодые люди вместе со своими молодыми родителями привыкали, как-то вписывались в наш театр, в наш круг размышлений. «Где нет зимы» — это история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и семейной поддержки. Через судьбу этих героев режиссер говорит со зрителями на очень важные темы — одиночество, беззащитность и сиротство. У этой книги, в принципе, есть адресат к детям более старшего возраста. Кажется нам, что скорее подростки будут откликаться на этот материал и узнавать себя в этом материале в большей степени, чем маленькие дети. И, конечно, все-таки спектакль плотно-текстовой. Примерные показы пройдут на сцене МДТ 19, 26 и 27 января. Начало спектакля в 19.00. В Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства сегодня открывается персональная выставка графики Вячеслава Михайлова. Заслуженный художник России, известный петербургский мастер, чьи работы находятся в собраниях Эрмитажа и Русского музея, представляет свои знаменитые портреты. Я не выбирал, кого рисовать, кто мне интересен как лицо. Некоторые актеры или нынешние живущие, или с прошлых времен, дело совсем не в этом. Важно всегда лицо для меня. 40 портретов знаменитых людей будут переданы в Дар-музею и пополнят его основную коллекцию. Выставка продлится до 22 февраля. Ирина Товкалева, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев, Первый канал, Санкт-Петербург.